Всем привет, меня зовут Саня, добро пожаловать на Словацкую деревню Вот, сегодня обещал, что будет не Словацкая деревня, будут новые земли Но я ошибся, сегодня у нас Словацкая деревня Потому что её давненько не было, пропустили, а вот завтра, а вот, ну, в общем, после этой серии Будет уже новая земля Ну что, я, в общем, нашёл шикарный вот такой вот Виктор Такой вот Виктор нашёлся, интересный прицеп Который, в который можно загружать все продукты, которые мы производим Поэтому, слышишь, надо вот эту вот штуку убрать куда-нибудь подальше Она так немножко мешает Ай Я её сюда поставил, но нужно её переставить Вот и вот, например, сюда, вот тут она точно не будет мешать Так, вот, привёз Привёз прицеп вот этот Оу, приехал маленький погрузчик Маленький погрузчик приехал В общем, поскольку у нас случился вот этот прицеп Довольно шикарный, по идее Мы сейчас вот этому... Он стоит, конечно, охренеть почти 90 тысяч Но, тем не менее Мы отправляем этого молодого гражданина На Теплицы Вот этот вот сундук мы продаём Потому что он нам в ближайшее время не понадобится В него... А может, и вообще не понадобится В него не влезают эти продукты, которые у нас тут есть Так что мы его благополучно вот тут вот Оп, вот так вот оставляем Машинку отправляем Да, кстати, по поводу моечек Надо с моечками разобраться И на те деньги, что у нас есть А, коровки, да? Коровки Подожди, слышишь? А может купить... А может не покупать А давай посмотрим... Давай посмотрим... У нас же есть прицепчики, да? Для животных Прицепчики для животных А где они? Где они? Где они? Вот гужевой транспорт И у нас, получается, в наш прицеп влезает Тот, который у нас... Подожди, давай посмотрим В наш прицеп влезает животных примерно Или точно... Точно влезает Точно влезает 12 коров 16 свиней 17-16 лошадей А как-то странно Разве коровы больше, чем лошади? Ну, может быть Не знаю, как-то они их там натыкивают В общем, 12 коров Пока что нас интересуют и 16 12-16 Окей Дальше мы смотрим Какой-нибудь крутой Ага, это тоже 12 коров, да? Но зато 36 свиней А он получается, типа, в два уровня, что ли? Непонятно пока что А вот этот... Ого, 144 свиньи А, ну видишь, он только возит свиней и овец Маленький А вот это 32 коровы В два этажа 32 коровы и 60 свиней 60 овец В принципе, нам только это и надо 67 тысяч, да? Сменный кузов для перевозки животных XXL 14 коров Ну, не намного больше, чем у нас На две коровы всего лишь Так что, в принципе... А, а слышишь, сколько? 32 32 коровы Ну, в принципе, если затариваться машинами Например, для тягача какими-то, то это выгодно А если взять еще один, к примеру, да? Например 12 24 коровы То есть взять на себя и на прицеп Ну, единственное, что неудобно Только то, что вот это сочленение И вот эта вот езда будет такая, да? А так с полуприцепом подъехал и нормально Но нам-то, в принципе, завести несколько раз и все И особо-то не надо Хм Я... Чё-то я... Чё-то я задумался прям крепко Сколько ты стоишь? 11 тысяч Ну, давай 11 тысяч Давай еще один купим Не так уж это и страшно И... Пускай пока будет А там потом разберемся Там пока... Ой, вернее Там потом разберемся с этими коровами Нам нужно завести будет коров Побольше сейчас В ближайшее время Так Отлично, цепляем Тихо Мы вот этого малыша В ближайшее время Он нам не нужен Ну и вообще Не только в ближайшее Но и вообще В нем пропала нужда Поэтому мы с ним прощаемся А, у нас тут... Подожди, давай еще Хе У нас тут много с чем Прощаемся Так что давай Оп Нифига я выгрузился Так, прощаемся С этой штукой 5 тысяч Всего лишь она стоит Вот это 11 Стоит И вот это 700 Стоит Шикарно Шикарно Подзаработали немного денег Вернее вернули Поэтому сейчас Быстренько едем домой Быстренько едем домой Я вот просто думаю Очень усердно думаю Что мы делаем дальше Или мы свиней Или мы коров Раз мы хотим Уже прям в коров уходить То возможно Лучше будет уходить в коров Но Я думаю Что мы с вот этими Вот Аннабургер Машинами будем прощаться Потому что По факту Все равно веселее Ой, извините Мой другой мужчина По факту Все равно веселее Тягач И полуприцепы Чем вот эта машинка И прицепы Поскольку Получается Ну как Одно сочленение Все равно Но Много То есть Отдельно получается Рама Отдельно Кузов Отдельно то Все А так получается Тягач с полуприцепом Это всего лишь Две составляющие А если Например Взять Вот такую машину С полуприцепом То это получается Аж 4 составляющих То есть Сама машина Рама Потом Прицеп к ней Модуль Потом Вернее Модуль К ней Потом прицеп К ней И Модуль К прицепу То есть Слишком много Телодвижений Всяких разных И это Как бы Вроде Интересно А вроде бы И не очень Ну Посмотрим Посмотрим Как это все Будет выглядеть Посмотрим Как это Знаешь что Кстати Сюда Может Надо было А Ну сюда Мы привезем Немножко Соляры Чуть попозже У нас тут В принципе Пока что Все коптит Все работает Нам забрать Опа А где А Все Я испугался Так подожди Нужно Мана Пере Пере Это Я думаю Что прицеп От мана Мы сейчас Прям в сад Закатим Пусть он Там стоит О Помыться Помыться Заодно Пока мы Тут при памяти А где Так Завалялся Аттеншн Что то Там Какие то Углы Мордс А Мертвые Зоны Есть Типа У машины Что то Такое Там Написано Ай Ой Кто шарит За английский Хорошо Пожалуйста А то я Овощ Да Мертвые Зоны Судя по Картинке Так Выруль Или не Выруливаю Выруливаю Или не Выруливаю Вот Вот так Отлично Ну я думаю Просто в сад Закатим Пусть там Пока Тусит Тут у нас Место Все закончилось Благодаря Модулям С этой Статтеры А тут Как бы Вроде Никому Мешать Не будет Заодно Работники Залезут На прицеп И могут Работать Так Хорошочно Хорошочно У нас тут Получается Дальше Нам бы А у нас Есть У нас есть Прицеп Большой Так что Нам бы Пока В принципе Не сильно Важно Давай посмотрим По поводу Наполнения Вот этой Всей фигни Так У нас Палеты Топливо Есть Есть Кашки Ну в принципе Все есть Кроме Поддонов Да Так что Мы можем В принципе Привезти сюда Какой нибудь Охулион Поддонов Пусть оно Тут будет Да У нас Тогда Что Пока Ну да Пока мы Возим Коров Сейчас Поедем За коровами У нас Человечек На мане Может Привезти Получается С Лесопилки Немножко Поддонов Ай Не задавил Аккуратней Там поезд Ездит Так А та трубы Помыть Да А то Что-то Какая-то Занюханная Такая Прям ужас Мы сейчас Получается 24 коровы Зацепим Но нужно Будет съездить За кормом Довольно Интересная Полосочка На машине А это она Такая Грязная Была Я вас понял Я вас понял Грязная полоска Это да Это есть Такая Я думал Она такого цвета Какого-то Пурпурно-перламу Ну Ну в общем Да Переливающийся Так Забираем Прицепчик Забираем Забираем Отцепляем Зацепляем Вот этот Прицепчик Ой Зацепляем Вот этот Прицепчик И у нас Получается Такой Паровозик Вот такой Вот паровозик Получается На котором Мы Эй Эй Ой Кажется Я застрял Фуф Расстрял Мы сейчас Едем Эть Не очень Удобно Едем Затариваемся Коровками Коровок Затариваем Побольше Потом Берем Побольше Прицепчики И едем За едой Для коров Ну то есть Сколько там Им нужно Кстати По поводу А я воду Залис Ой Залис Залил Завез И залил Сказал И получилось Залис Но есть Такое Украинское Слово Да есть Такое Даже Русское Слово Такая Разница В одну Букву Залез Залис Так Что у нас По поводу Коровятины Коровятина Здравствуй Да мы Вас Слышим Господа И мадамы Забираем Забираем А подожди У нас Какие У нас Черные По моему Да А ну Ко слышь Давай посмотрим У нас Черные Коровки Или нет Так У нас Черные Коровки У них Есть Моносмеси Соломка Вода Все у них Есть Отлично Поэтому Мы Забираем Вот так Вот Вот так Вот Забираем Сколько Получается 12 Штучек Сюда Подтверждаем И 12 Штучек Пожди А как В прицеп А как В прицеп Набрать А в прицеп Получается Нельзя Не Ну Если Так То Тогда Совсем Прицеп Для скота Полон Так Подожди А я Хочу Прям Совсем В прицеп Я Понял Знаешь Как это Будет Работать Это Будет Только Вот Так Работать Ой Не Так Это Будет Только Вот Так Работать Нет Опять Не Так Вот Видишь Вот О чем Я Говорил Что В этом Можно Очень Сильно Запутаться В этом Всем И Это Печаль Это Сильно Печалит Поэтому Скорее Всего Навес Для Свиней А В смысле Навес Для Свиней А Вот В Это Ты Не Хочешь Засыпать Кровье Пастбище Ну Допустим Начать Там Есть 12 Штук А Вы Мне Что Хотите С Доставкой По 200 Евро За Штуку Блин По 200 Евро Это Мне Дорого Короче Вот Такой Вот Вот Такой Вот Казус Получается Так Что Как Минимум Коров Возить Не Интересно Так А Что Как Мы Можем Выйти Из Ситуации Ого Нифига Себе Просело А Я Я Туда Потом Не Заеду Да Ну Да А Че Она Так Проседает Ну Получается Что Короче Я сам Себя Опрокинул Оно По умолчанию Загружает В кузов Ладно Я вас Понял Едем Завозим Еще Два раза Коров Как минимум Да И потом Будем Что-то Думать С Этими Прицепами Ну Тут В принципе Ясно Что Нет Смысла Возить Вот По 12 Коров Есть Смысл Купить Прицеп И возить По По Много Коров Ну Полу Прицеп В смысле Вот Как-то Так Ну Потому Что Ты сам Видел Да Проблема А проблема Есть Проблема Есть И Это Не Интересно Нифига И И Вот Посещает Сразу Мысль Поскольку У нас Вроде Как Коров Ой Коров Эти Свинки То Есть Да И Мясокомбинат Хочется Молоко Еще Будет Нескоро В Достаточном Количестве Чтобы Запускать Например Молокозавод А Свинки Могут Уже Потихонечку Работать Хотя В принципе Да На этой Машине Удобнее Маневрировать Чем С Полуприцепом Тягач Но Это Уже Совсем Другая История Зато Ездить Чаще Так Переселяемся Уважаемые Буренки Спасибо Так Едем Обратно Смотрим Что У них По воде По еде Она Будет Заправиться Кстати Так Что У нас По еде По воде Да Конечно Все Просело Очень Сильно А Солома У нас Опять Проблемы С соломой У нас Опять Проблемы С соломой И нам Нужно Получается Первым Делом Сейчас Заняться Соломой Чтобы У нас Была Солома Поэтому Поэтому Смотри Что у нас Есть Что у нас Есть У нас Есть Например 16 Поле И 14 Есть Даже 11 Шикарное Поле В мечтах Вот 27 28 32 33 Объединить Но Это В мечтах Это Когда Нибудь Потом И Может Быть Даже 26 С 20 Ой С 31 Объединить Вот Так Вот Вот Так Вот Штуку Здесь Конечно Вот Это Все Объединить Это Прям Будет Какая То Дичь Но Здесь Очень Хорошая Центральная Дорога Которая Очень Нужна Хотя Можно Будет Вот Так Вот Сделать Напрямик Дорогу Вот Так Но Это Все Равно Объезжать Но Вот Это Вот Так Одно Гигантское Поле В 32 Миллиарда Всего Это Круто Вот Эти Поля Можно Объединить Вот Такую Длинную Сосиску Вот Это 14 С 15 Можно Объединить Никому Не Помешает Очень Шикарно Будет Смотреться И Вообще Так К Чему Я Вел Вообще У Нас Растет Люцерна На Вот Этом Поле Но Когда Она Еще Вырастет Но Нам Нужна Солома У Нас 14 Поле Стоит 300 Тысяч 16 160 Тут Всего Лишь 2 И 7 Гектара Тут У Нас У Нас У Нас Кстати А Тут Сколько 9 10 10 10 Короче 4 По 10 Это 40 Тут У Нас 15 55 И 10 Грубо Говоря 65 Гектар То Мы Чисто Теоретически Если Вот Все Вот Это Объединим У Нас Будет Поле Где То Примерно 65 Гектар Но Это Все Влажные Мечты Потом Мы Посмотрим Как Это Будет Выглядеть Что Я О Чем Я Веду Разговор Нам Доступна Функция Лизинга Функция Лизинга У Нас Это 14 Поле Да Функция Лизинга 14 Поле Мы Можем Взять Его В Лизинг Чисто Теоретически И по 6 тысяч Потом В день Платить За него То есть Первый Взнос 60 тысяч И потом Почему-то По 6 тысяч То есть По 10 Процентов От первого Взноса А как Это Оно Считает Весьма Интересно Весьма Интересно 60 тысяч Да Первый Взнос Сколько Поле Вообще Стоит Поле Стоит 300 Тысяч То есть Мы 60 Тысяч Отдаем Потом По 6 тысяч В день Но Блин Это Конечно Выгоднее А знаешь Почему Близинг Потому что Если Например Я сейчас Возьму 300 тысяч Сразу Отдам У нас Останется 130 тысяч И А что Как Убирать Ну Можно Конечно Варенту Взять На первое Время Но Нам Нужна Еще Нам Еще Нужна Сен Ой Солома Какое Это Хранилище Потому что У нас Получается Его Нет Ну Смотри Смотри Че Тогда Тогда Получается 14 Поле Это Неплохое Деньговложение Шесть Шесть Тысяч В день Мы В принципе Потянем Вообще Налегке А сколько Это Остается 240 Тысяч По Шесть Тысяч В день Это На сколько Это На всю Жизнь Примерно Но Это Не много Но На всю Жизнь А Хочется Нали нам Такого Вопрос И Хочется Ли мне Сейчас Привезти Еще Коров Двенадцать Штук Потому что У нас Получится Дикая Заморочка По соломе По всякой Этой Так Ну Ладно Ну смотри У нас Еще Да У нас 12 Еще Купить Надо Еще 30 Тысяч Так Хорошо Забираем Эту Штуковину И Мы Сейчас Поедем Прощаться В ближайшее Время Я не Очень Понимаю Как это Должно Работать Но Получается Типа Надо Заезжать Сначала Этим Прицепом Да А ну Вот Сейчас Вот Так Попробуем Я Не думаю Что Оно Будет Работать А Будет Да Но Это Я Лох Ладно Давай Смотри Еще Покупаем Еще 12 Итого Получается 36 Будет Короб Да Вот так Можно Заезжать Заезжать Сначала Тем Прицепчиком Потом Этим Все Виноват Каюсь Но Это Здесь Так Можно Сделать А Знаешь Где Нельзя А нельзя Будет Так Сделать У себя На Ферме Или Или Просто Подъезжать Сначала Выгружать Из Прицепа Потом Отцеплять Отъезжать Ой Отцеплять Прицеп Заезжать Машиной В общем Короче Мне кажется Что это Немножко Неудобно А как Кажется Тебе Было бы Интересно Почитать Посмотреть Вообще Да Пообщаться Посоветоваться На эту Тему Ладно Что-то Я купил На 12 Коров Больше Чем Хотелось Но Это Не страшно Это Не сильно Страшно Будем Надеяться Что Это Все Окупится Сколько У нас Там 200 По-моему Да Голов Влезает Но Нам Сейчас Первым Делом Нужно Будет Так Тихо Мосты Первым Делом Нужно Будет Завести Воды Всего На свете Все Таки Приобрести Вот это Поле Скорее Всего Отправить Туда Какого Нибудь Работничка Работать Возможно Даже Поработать Чтобы Заработать В ближайшее Время Какие-то Деньги Копейки Я уже Хотел Сказать Но Это Далеко Не Копейки Но Тем Не Так Закидываем Наших Буренок Свежеиспеченных Оу А у нас Там Что-то Лежит У нас Есть Куча Ангаров Но Все Они Уже Давным Давно Устали Нужно Будет Тут Сделать Ребрендинг Какой-то На этой Базе На этой Базе Так А ну-ка Будет Это Так Работать А прицеп Для скота Полон Пожди Я же Не В прицеп Для скота Хотел Прицеп Для скота Подтверждаем Отлично А если Мы Вот так Вот Подъедем О Нормально Ну В принципе В принципе Рабочая Схема Итого У нас 48 Коров Чуть Чуть Не Хватило Подтверждаем Хорошо Но Блин Но Оно Уже Есть Не знаю Оставить Пока Что Ладно Пускай Пока Что Остается Фиг С ним Смотрим Что У нас Вот эти Кстати Весы Можно Будет Я не знаю Наверное Их разобрать Нафиг Нафига Нам Весы Я не знаю А место Занимается И кстати Здесь На это место Весов Можно Будет Поставить Как Думаешь Если Сюда Поставить Хранилище Соломы Или Где Нибудь В общем Надо Будет Место Поискать Итак У нас Прям Все Жестко Просело Это Видно Сразу Не вооруженным Взглядом Так Что Мы Сейчас Берем Бочки Сколько У нас Бочек 9 литров Вот Это 10 Получается Если Мы Завезем 30 Еще Будет 40 Это Где То Будет Вот Здесь В принципе Хватит Поэтому Нам Нужно Получается Один Прицеп Это Будет Бочка Второй Прицеп Это Будет Наверное Корм Там 30 Тысяч Это Вот Фигня Вообще Вот Чуть Чуть Да Или Две Бочки Блин Но Бочки И там Нужны Бочки И тут Нужны А Куда Вот Это Я Везу Сейчас Они Мне Получается Нужны Только Тут Правильно Эти Вот Это Все Или Все Таки Поменять Почему Так Сложно Принимать Решения Причем Постоянно Каждый День 500 Решений Выгодно Конечно Получается Полу Прицеп Но Все Равно Ладно Сейчас Мы Вот Это Вот Тут Ставим Пока Что По Крайней Мере В смысле Нет Не так Не так Вот так Ставим Сейчас Эти Оба Прицепчика Тут Они Нам Пока Что Не Нужны По Поводу Свиней Мы Будем Заморачиваться Чуть Чуть Попозже Сейчас В первую Очередь Нам Нужно Вырастить Что То На Солому Поэтому Мы Пока Что Это Все Вот Так Выставляем Все Пущай Стоят Я думаю Что В Лизинг Забираем Поле Так Вот Этого Молодого Человека Мы Отправляем На Теплице А у Нас Тут Нет Маршрута На Теплице Печально У нас Нет Маршрута На Теплице Поэтому Нам Придется Ехать Ручкой Ехать Самому Но У нас Есть Вариант Карколь Вот Смотри У нас Есть Какой Вариант Мы Все Таки Берем Какое Это Четырнадцатое Поле Все Таки Мы Берем Его В Лизинг Например Забираем Дальше Берем Тогда У Нас Получается А что С ним Вообще Происходит Оно Культивировано А Блин Пахать Нужно Черт Да Серьезно Ну что Тогда Получается Мы Что Делаем А Что Тут Кто Нам Удрил Какого Интересного Знаешь Что Мы Делаем Получается Мы Тогда Цепляем Сейчас Сейлку Цепляем Чизель Отправляем Работничка Или Сами Сейчас Будем Распахивать Поле Тут У нас Пока Все Растет Это Хорошо У нас Трактор Из Лесного Превратился В Сельскохозяйственный По Полной Схеме Но Ничего Страшного Я думаю Нормально Нам Хватит Пока Что Да Не Рассчитывал Я На То Что Нужно Там Пахать Может Еще Вот Это Взять А Нет Нам Нет Да Надо Что То Придумать Сейчас Будем Думать Сейчас Будем Думать Вот Эту Штуку Вот Ставим Оп Вот Эту Штуку Тут Вот Ставим Оп Тихо Так Ну У нас Получается Вроде Как Бы Есть Да Теперь Что То Есть Что То У нас Но Что Пока Не Понятно Итак Отправляем Работничка Который Усердно Будет Работать На этом Поле Сейчас Он Это Все Дело Нам Подготовит А Мы Тем Временем А Мы Тем Временем Блин Но Нам Нужен Получается Теперь Комбайн Ну Комбайн Ладно Можно Арендовать Нам Нужен Еще Один Трактор На Всякий Случай А Нахрена Нам Еще Один Трактор Ладно Нам Пока Что Трактор Не Нужен Нам Кузнец Не Нужен Как Говорили В одном А Зачем Нам Кузнец Нам Кузнец Не Нужен Итак Мы Перемещаемся А А А где Машина Ага Очень Интересно А Как Это Ты Так А Почему Машина Уехала Аж На Лесопилку Зачем То Непонятно Зачем Ладно В общем Я сейчас Тогда Затариваюсь Водой Затариваюсь Едой Для Коров И Скоро Буду Ждем Ждем Машину Короче Сейчас Она Скоро Должна Приехать А пока Что Бежим Бежим На Теплице Подцеплять Прицепы Еле Успел Магазин Закрылся Уже Почти Я Еле Успел Все Урвал Машину Мано Смеси И Это Не Может Рада Ну Что Тут Кстати Очень Быстро Закрываются Некоторые Магазины В этой Деревне Поэтому Приходится Успевать Как ни Крутит Есть Некоторые Даже По-моему До 16 Работают Магазины Но Ничего Страшного Я думаю Мы Как-нибудь Выкрутимся Итак Что Ой Ё-моё Что я Творю У нас Уже Даже Чуть Молочка Появилось Это Не Может Не Радовать Закидываем Остатки Мано Смеси И Получается У нас Смотри Есть Солома Немножко Но По факту Фиг с ним Пусть Будет Солома Ой Фу Пусть Это будет Там 11 тысяч Я не хочу Заморачиваться Соломой Вообще Причём Никак Сейчас Закинем Мано Смеси В принципе На этом Можно Будет Вроде Как Немножко Расслабиться Но Расслабиться Не удастся По той Причине Что нам Нужно Получается Сейчас Высеивать Вот это Всё Что нибудь Я не знаю Например Пшеницу Или овёс Какой нибудь Что дороже И урожайнее Машину Пока тут Оставляем Всё равно Магазин Закрыт Да С Вот этим Проблемы Некоторые И нам Получается Нужно Всё-таки Придумать Куда нам Складывать О Это Что такое Мэньюрмейкер А чё он делает А он делает Навоз Ну Типа Что-то Что-то Типа Навоза Такую Смесь Да Питательную Это у нас Вода Трава И солома Вода Трава И солома Ну Типа Да Ну Прикольно Ладно А вот это Что у нас Такое Ага Это у нас Удобрение Навоз Вода Навоз Два раза Навоз Получается Удобрение То есть Две дозы Навоза Одна доза Воды Ну Тоже Довольно Интересная Штука Ладно Может быть Воспользуемся Я Кстати Даже Еще Базу Как видите Не совсем Изучил Так Это у нас Что тут Валяется В общем На базе Еще много Что валяется Много Грязи Много Всего Мы Наведем Тут Порядок Это Точно Так Что у нас Барышня На нашей Ламбе Вытворяет Вытворяет Она в принципе Неплохо Вытворяет Она в принципе Неплохо И она Уже Бахнула Даже Чуть Больше Чем Треть Да Получается Где-то 40% Уже Бахнуло Поле Ну и нам Получается Нужно Запускать Что-нибудь Да Может взять Какой-нибудь Трактор В аренду Как думаете Я вот Просто думаю Может Еще и Вот это Поле Захватить Сразу У нас Доход Уже Есть В принципе Степлиц Потихонечку Идет Да А сколько Сколько Мы смотрели Стоит Завод Молокозавод 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 Стоит Аж 400 тысяч Так Подожди От этот Молозакозавод Да 400 тысяч Ладно Так Тут у нас Я не знаю Бочка Кстати Будет Мешать Сантехникам Или нет Но По идее Не должна Посмотрим Хорошо Ну что Я что Предлагаю Я даже Честно говоря Не знаю Что предложить У нас уже Вечер на дворе Так то Как бы Ого Тут переходы Такие Серьезные Так то Вечер на дворе Надо что то Думать Поехал я Наверное В магазин Если он Открыт еще Магазин Вроде Допоздна Работает И наверное Возьму В аренду Какой то Трактор А с Распределителем В этих Подожди Слышишь А чем я Распределял Кто помнит А чем я Распределял А у нас Что то есть Нет У нас Скорее всего Ничего Нет Такого Да Да У нас Нет Ничего Такого А Знаешь Что Мы можем Вот на эту Машину Прям Распределитель Забабахать Наверное Там вроде Как есть А ну Давай Посмотрим В каталоге В каталоге В каталоге Логе Ла Ла Да Вот есть Вот такой Распределитель Разбрасыватель Удобрений Стоит 37 тысяч В принципе Немало Но Зато На машине Вот кстати Найдется Раз Этот Для машины Применения Будет Она ездить Колеса В принципе Позволяют Будет Она ездить По полям И Не знаю Удобрять Еще что Поехали В магазин Затаримся Сейчас Быстренько Всей штукой Необходимой А знаешь Что Единственное В этой машине Нет Или есть Оу Слышишь Охо Да Ааа Там трехточечная Да Не получится Не получится Интересно Единственное Сзади Можно Трехточечку На эту машину Навесить Прикинь Если можно Будет И Чисто Такой Дурын Дайсеять А ну-ка Давай посмотрим Не Ну тут Не подцепит Да Не подцепит Ладно Ладно Не будем Выпендриваться Поехали В магазин Сейчас Сейчас Я буду Скоро вернусь А вот и я Здрасте Еще раз Вот такая Вот штукенция Кстати Она довольно Неплохо Сыпет Хочу заметить Так что Широко Отлично Даже Сыпет Я бы сказал Так что Мы сейчас В первую очередь Ай Но все равно Долго ждать Да Надо было Все таки Наверное В аренду Какой то взять Трактор Маленький Приторабанить Сюда И потихонечку Начинать Уже Удобрять Во первых А у нас Нет удобрений Да У нас Нет удобрений Хотя В той Удобрялке Может и Есть Удобрения Я не Помню Если честно Сколько Там Осталось Ой Ой Ну Машина В принципе Довольно Неплохо Справляется Со своими Обязанностями Я хочу Сказать Учитывая То что У нее 8 колес Довольно Широких С таким Отличным Протектором То Как бы Вообще Шикарно Так что Вот мы и Нашли Применение Нашей машине А уже Хотели С ней Прощаться Но я думаю Не стоит С ней Прощаться Пока что По крайней мере А потом Разберемся А потом Мы Разберемся Так И я Вот до сих пор Все Вот думаю По поводу Этого Еще Поля Рядом Поля То нужны В любом Случае К гадалке Не ходи Так А поехали Поехали Вот заберем Это с прошлого Раза Я даже Не помню С чего Я Этот Как это Все Происходило Ну ладно Это не суть Не сильно Важно Вот просто Забираем Сейчас Эти вот Мешочки Тут еще Очень много Всего Блин Трактор 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 Ладно Помчал я за трактором Все Побежал Пешком Ждите Скоро буду Мчусь На польском Тракторе Вот такой вот Урсус взял Довольно Интересно Случайно Дверь Открылась Ну как Случайно Специально Во Можно Вот так Вот Открыть Ой Можно еще Не достаю Ладно Нам этого Окна Хватит Отлично Вот такой вот Урсус 150 лошадей В принципе Нам пока что Хватит Много не надо Забираем Забираем Вот это вот А тут удобрения Кстати вообще Немного Вообще Очень Немного Придется Ехать за Удобрениями Что ли И у нас Нет удобрений Или у нас Есть удобрения Слышишь Вот тут На базе Совершенно Случайно Может есть Удобрения Здрасте А Не туда Это вот сюда О Удобрения За деньги Конечно Но Кстати Как-то Не за малые Деньги Хочу вам сказать Так что Надо будет Наверное Переходить На свои Удобрения Вот Смотри Тут же все Установки Стоят Это же Отлично Да Нам получается Трава Солома И все Вот это Это хорошо Так Ладно Тогда мы Урсусика Этого Пока что Тут Оставляем Бежим За машиной Сейчас на машине Вот это По максимуму Забубахаем Короче Взял 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 в лизинг В итоге Еще кучу Денег Должен Поэтому Какие Какие 400-500 тысяч Для сельского Хозяйства Это вообще Ни о чем Это вообще Просто максимально Ни о чем Это так Даже Я не знаю Это даже Вообще Спрячься Если Ты фермер У тебя Есть 500 тысяч Евро И ты Хотел Что-то Купить Спрячься С этими Денежками Вообще На На эти 500 тысяч Можно купить Груду Металлолома Грубо говоря Да И потом Еще Вкладывать В него Еще И тратить Свои Часы Жизни И других Людей На то Чтобы Все это Отреставрировать Какие-то Сраные Бэушные Трактора Стоят По 20 По 30 Тысяч Долларов Понимаешь Вообще Прям Самые Сраные Самые Бэушные Я уже Не говорю Там Про всякий Рухляд За 5 10 Это Прям Вообще Забей Это Не Трактор Это Это Все равно Что Купить Себе Какие-то Жигули 30 50 Летний И Радоваться Что Ты Купил Машину В итоге Будешь Валяться Под ней Дольше Чем Ездить Ладно Это Все Лирика У нас Тут В принципе Все Неплохо Довольно Таки Двигается Сейчас Надо Очень Быстро Тогда Получать А Вот Пожалуйста Нам Еще Нужно Поставить Хранилище Для Соломы Вот Террас Хранилище Для Соломы Поставить Нужно Нужно Что Еще Нужно Какие-нибудь Ферментаторы Поставить Нужно Чтобы не покупать Корма Самому Производить Нужно Но тут Опять же Включается Вот эта Штука Которая Ну ты Типа Покупаешь За не очень Дорого А свое Время Что ты Можешь Потратить На производство Корма Ты можешь Потратить На заработок Денег Да И в итоге Заработать Больше Это Такая Знаешь Это Такая Система Если прям Пофилософствовать Это как В деревне Вот живут Люди Например Да И они Говорят Ну или те Кто живут Там со своим Хозяйством Собственным Они говорят Вот зато У меня Все свое Так а сколько Ты денег То потратил На это Ой фу Денег Времени Ты например Пошел работать Поработал Я почему Так с уверенностью Говорю Потому что У меня есть Люди Знакомые Которые Переехали Из деревни В город И они Рады Почему Потому что В городе Зарплата Выше Шансов Как то Раскрутиться Больше И смотри Что происходит В деревне У тебя Вроде бы Все свое Но ты Встаешь В 5 утра Все это Накорми Напои Ты типа Там Да Сейчас конечно Найдутся люди Которые скажут Да Че ты нам Лечишь Зато Я уверен В этом мясе Зато Я уверен В этой колбасе Там Че ж Сам произвел Да Бесспорно Но мы сейчас Не об этом Уверен В помидорах Да Помидоры Помидоры Тоже все Обрабатывают Что для себя Что не для себя Если не будешь Обрабатывать Будешь жрать Не помидоры А погрызанное Какое-то нечто Или вообще Просто ничего Не будешь жрать Ну ладно Суть не в этом Суть в том Что к чему я веду Что В деревне Чтобы вырастить Вот это все свое Ты тратишь кучу времени Вот А в городе Ты вот это время Чтобы Потратить Ой вернее Чтобы Не вырастить свое А чтобы заработать На это Ну ты так же Можешь поехать На рынок И купить то Что продают Вот эти вот Ребята Которые излишки Продают Например Да Ты просто едешь На рынок И покупаешь Это И все У тебя больше Времени остается И это не то Что там Мои такие Заскоки Это реально Люди Которые Я то в принципе У меня что У меня бабушка Жила в деревне И все Я там так Приезжал Что то там Жуков Пособирать Крапиву Палкой Побить Все На этом Мои полномочия Заканчивались Практически А есть реально У меня Хорошие знакомые Друзья Скажем так Уже нынешние Которые Жили в деревне Он говорит Ну это жопа Это жопа Мало того Что тебе нужно Поработать Например Да В деревне На куда то Например На Вот На ферме Поработать Да Или раньше Что там В колхозе Так тебе Еще вечером Прийти с работы И еще Своё Хозяйство Поднимать Из говна Там Сечки Наруби Теленка Покорми Напои За всем Все там Навари Жрать свиньям И все остальное Огороды там Убери И все То есть ты Получаться Целый день Хренячишь На Дядю А потом За копейки Причем А потом Еще Приходишь Домой И еще Раз Хренячишь Допоздна А потом В 5 утра Опять подъем А человек В городе Встал В 7 Например К 9 На работу Да Если это Офисные Работники Ну я понимаю Почему Есть ненависть К офисным Работникам Некоторые Там Магазины Например Открываются Вообще В 10 То есть Продавцы Там приходят На работу К 10 Ну продавец Тоже Не самая Легкая Работа Чтоб Никто Там Нет Целый Недень На ногах И с дебилами Которые Захаживают В магазин Часто Имеешь Дело Вот Но ты Подработал Свои Например 8 часов Или 10 Да Пусть Будет Так И все Пришел Домой Свободен Да Тоже По По дому Есть Какая Суета Убрать Там Приготовить Жрать И тому Подобное Но Суеты Намного Меньше А Зарабатываешь Ты Больше То есть Тебе Получается Хватает Пожить Заплатить За квартиру Если у тебя Своя Если нет Ну Как бы Если нет Тут уже Другие Разговоры Мы сейчас Это не берем Во внимание То есть Ты получается У тебя есть Время Отдохнуть Есть выходные А в деревне Выходных Нет Скотина И огород Не знают Что такое Воскресенье И Суббота Ты должен Херачить Каждый день Вне зависимости От праздников И всего остального Потому что Если не будешь Херачить То все То жопа Вот А к чему я Все это вел А хрен его знает Короче забей Забей Так что А я это Про Рациональное Распределение Времени Рабочего То есть Что Что получается Выгоднее Покупать Корм И не тратить На это время А тратить время На заработать Денег Например Или тратить Время На производство Этого самого Корма Никто не знает Это надо Просчитывать Блин А я еду Криво А я еду Криво Так А я вот Хочу Хочу Зафоткать Этот Прелестный Трактор Ну что Такое Прикольное Мне нравится Это Польский Трактор Урсус Есть Есть Еще Кстати Тут Почти Местные Трактора Чешские Зетеры Ну Есть Но там Мне не приглянулся Ни один Они в основном Такие мощные А то что Среди Как бы Средних Тракторов По классу Да Дороговат Был Конечно Там И в аренду И Не только В аренду Ну короче Дороговат В два раза дороже Этого Польского Трактора Ну этот По старше Там был Такой Почти Новый Модель Поновее Намного Так Ну и что Ну и в принципе Вот так Вот у нас Тут и Движуха Происходит Скоро Будем Сеять Скоро Будем Сеять Что-то Соломенное Потом Будем Сеять Где-то Траву Где-то То Где-то Се Я думаю Что будем Производить Свои Какие-то Продукты Сейчас Коровки Чуть-чуть Нам молока Дадут Мы Перейдем Будем Потихонечку Копить Деньги На Молокозавод Нам Четыреста Тысяч Надо Будем Уже Но я думаю Что это Больше Ста Коров Нужно А вообще Лучше Конечно Полный Коровник Коров Чтобы нам Приносило Это Удовольствие И не только Так что Ребятки Вот так Вот у нас Сегодня Работа Протекала Если понравилось Обязательно Поддержите Видос Пальцем вверх Подписочка Если еще Не подписаны Пишите Комментарии Обязательно Минимум Из пяти слов Вы у меня Лучшие зрители На ютюбе Так что Все Давайте Все Вам Всего 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 Хорошего Всего 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 Вот Не болейте Будьте умничками До новых встреч Покедова